Всем привет! Наш предыдущий урок был немножко ответвлением в сторону. В нем мы с вами рассматривали, как работать с чистым OpenGL, не прибегая к GL-сцены процедурами функции. А сегодня мы снова вернемся и уже будем работать с GL-сцены, как мы работали в предыдущих уроках. Единственное, в предыдущем видеоуроке я вам не показал, как выглядит компонент для работы с FBO. То есть последнее, то что мы там изучали с вами, сейчас я вам продемонстрирую это. Вот, откроем GL-сцены эдитор и вот здесь в сцены мы можем добавить, вот, Free Frame Buffer OpenGL. Вот он, FBO называется этот компонент. Вот с помощью него вы можете создавать те примеры, которые будут вам попадаться на эту тему. Итак, начнем мы непосредственно наш урок с того, что научимся работать с конвой. Если вы смотрели мои видеоруки по созданию игр в среде программирования Delphi, то там вы знаете, как работать с конвой, разных объектов, таких как форма, имидж и другие. И сегодня мы аналогичный пример рассмотрим, как же можно рисовать на конве, но уже с помощью нашего любимого GL-сцен. Во-первых, мы, конечно, объявим нужные нам библиотеки. Это GL-канвас и OpenGL-1x, либо просто OpenGL, как мы делали в предыдущих видеоуроках. Также заходим в нашу сцену, ну, понятное дело, добавим камеру, а еще добавим Direct OpenGL. И в его событие, которое называется OnRender, мы с вами, во-первых, зайдем в раздел Var и объявим переменную JLC. JLC это будет наша конва, на которую мы будем, собственно, рисовать все, что нам нужно. Далее мы вставляем следующий код и рассмотрим его по очереди. Итак, во-первых, мы сначала создаем и выделяем память под него. Мы должны указать его размеры. То есть мы ширину нашего вьювера указываем и высоту нашего вьювера. Таких размеров нам нужен и канвас. Больших размеров он нам не нужен, так как мы хотим именно на все наше игровое окошко нарисовать. Дальше вот здесь вот with, glc, do, begin и команда рисования можем указывать, что мы будем рисовать. После прорисовки мы должны написать нашу переменную точка и free, то есть освободить после себя память. Так, с этим разобрались. Можно, в принципе, и без этого поступать. Мы с вами сейчас рассмотрим оба примера. Как делать и так, и так. Также нам с вами обязательно понадобится какая-то картинка, собственно, чтобы мы могли нарисовать. Давайте нарисуем любую картинку. Зальем фиолетовым. Ну и вот вот такая вот, к примеру, картинка. Сохраняем как, выбираем, где лежит наша... Назовем, к примеру, один BMP. И закроем Paint. Также не забудем добавить еще одну библиотеку. Это gl-render-context-info. Она нам нужна из-за того, что мы используем с вами gl-direct-open-gl. Когда мы используем этот компонент, то в любом случае вот эту вот библиотеку нам нужно будет подключать заново. Так, ну и дальше смотрите. Мы можем включить Randomize, то есть генератор случайных чисел. Затем выбрать случайный цвет, перемножив три цвета. Это будет цвет нашего пена, то есть линии обводки. Дальше можем написать муфту, куда поставить точку, и откуда, куда нарисовать линию. Из точки 0,0 в точку 100,100, например. Также мы можем нарисовать какой-нибудь кружочек. Можно Ellipse, можно Fill Ellipse. Fill обозначает то, что он будет залит каким-то цветом. Ну вот, например, в точке 50,50 с радиусом 100 нарисуем определенный кружок. Давайте запустим и посмотрим, как это выглядит. Так, вот у нас нарисовано все. И смотрите, пока я вожу, еще и цвета постоянно изменяются. Случайный цвет выбирается, так как мы написали Random. И, в принципе, там еще есть линия, которую не видно. Давайте мы линию увеличим, чтобы вы могли наглядно это все увидеть. Потому как наш шарик перекрыл линию, и нам она стала не видна. Вот, теперь видно, в принципе. Так, вот, смотрите, видите, вот сама наша линия и шарик, который мы нарисовали. Так, и я вам обещал показать второй способ. То есть, с помощью with. Там делается все точно так же, но с одним но. Давайте вот здесь вот все закроем. Ну, только цвет оставим, в принципе. Хотя, давайте и цвет уберем, зачем он нам нужен. Цвет мы здесь пропишем. То есть, with, glc наша. А дальше мы все пишем уже без glc и точки. То есть, мы просто его свойства здесь перечисляем. То есть, устанавливаем цвет, ставим точку, откуда рисовать линию. И указываем координаты, докуда рисовать. Теперь запускаем, и у нас сейчас будет просто нарисована линия. Вот, видите, вот наша линия. В принципе, ничего сложного в этом нет. И я думаю, вы с этим легко разберетесь. Потому как свойства у glc примерно такие же, как и у обычного канваса, который есть у формы и так далее. Вот, нажимаете glc, ставите точку. И вот, create можно создать. Канвас. Pen alpha. Вот это, кстати, интересная вещь. Она показывает прозрачность. То есть, насколько могут быть прозрачными наши линии. Вот, у обычного канваса этой прозрачности нет. В этом случае, конечно, gl-канвас немного расширяет наши возможности. При этом, еще один плюс gl-канваса, то, что он работает гораздо быстрее. Потому что он использует прямой доступ к видеокарте. И сразу же через видеокарту все моментально выводится. А не так, как через обычный канвас. Когда там одни команды интерпретируются в другие, другие в третьи. Там уже происходят расчеты. Это все возвращается и потом только выводится на экран. Вот, move to, line to, то есть наши линии. Также мы можем полигоны рисовать. Ректанглы, то есть квадраты. Градиенты, эллипс, круги наши. Ну и все остальное, в принципе, точно так же можем рисовать. Сразу с заливкой или просто без заливки. Просто линиями. Единственное, конечно, рисовать картинки здесь не получится. Потому как у gl-канваса нет такой процедуры, как драф, то есть прорисовка. Строить какие-то вот примитивы мы, в принципе, можем. А если мы хотим рисовать какую-то картинку, вот как я создавал картинку, чтобы нарисовать. Для этого можно использовать компонент, который называется спрайт. Он как раз для этого, в принципе, и предназначен. Также еще интересное есть свойство. Это glc.invertyaxis. Если вы пропишите вот такую вот команду, то вы будете рисовать в привычном вам виде. То есть мы с вами уже рассматривали в видеоуроках, что рисование происходит по иксам. Когда иксы увеличиваются, то вот сюда они увеличиваются вправо, а уменьшаются влево. А y увеличиваются вниз, а уменьшаются вверх. Вот если вам все же привычнее, как привычный график x, y, как в математике, то прописывайте эту команду, и у вас y будут увеличиваться вверх, а уменьшаться вниз. Здесь уже смотрите, как вам привычнее, лишь бы вы потом не запутались. Так, ну и pen alpha, который я вам говорил, что прозрачность, он изменяется от нуля до одного. Насколько я помню, он может принимать дробные значения через точечку. Так, ну и дальше давайте с вами научимся работать со звуками. С графикой мы с вами уже давным-давно работаем, а вот звуки еще с вами не научились воспроизводить. Для этого нам нужно найти библиотеку BASDLL. Если помните, мы с вами ее копировали в папочку System32. Теперь пришло время скопировать этот файлик непосредственно уже в нашу папочку с проектом. Так, заходим на диск C, находим папочку Windows. В ней ищем System32, если у вас 32-битная система. Так, отображать. И давайте здесь поищем BASDLL. Так, это мы уже далеко зашли. Вот BASDLL. Копируем его. И вставляем в папочку с нашим проектом. А, стоп, мы же не сохранили никуда проект, правильно? Поэтому, сохраняем проект. Далее размещаем такие компоненты, как GL Sound Library и GL Sound Bass. Нам они сейчас пригодятся. У нашего баса заходим в свойства. В каденсере выбираем GL Cadencer 1 и актив ставим True. То есть мы его включаем. Теперь разберемся, как же добавить нам звук, который мы хотим воспроизвести. Для этого нам послужит GL Sound Library. Можем у него в свойствах выбрать Samples. И здесь вот выбрать Empty добавить и, в принципе, добавить, если он нам нужно. Либо можно поступить другим образом, которым я и советую, собственно, поступать. Давайте, например, перейдем в Form Create. Так, и здесь пропишем следующий код. GL Sound Library 1, Samples, ADD File, то есть добавить файл. И здесь мы указываем имя нашего музыкального файла. Скинем наш музыкальный файл в папочку с проектом. Вот в моем случае это будет Kisang Marstent, песня Real Boy. Вот я скопирую это имя. Так, и переходим в Delphi и указываем здесь это имя и ставим .mp3. То есть это музыкальный файл. Чтобы GL Sound мог работать как раз с такими mp3 файлами, нам нужно добавить в библиотеках GL File MP3. Дальше нам нужно два объекта. Один объект будет слушать музыку, которую мы воспроизводим, а второй, собственно, будет воспроизводить. Зачем это надо? Во-первых, мы должны объект, который будет воспроизводить музыку, установить где-то, где он будет стоять. И в зависимости от того, где будет стоять слушатель от него, музыка нам будет слышаться, например, в правом динамике или в левом динамике. Если мы будем близко возле объекта с музыкой стоять, то есть наш слушатель будет рядом, мы будем слышать хорошо. Если мы отставим подальше нашего слушателя, то будем слышать тише. Собственно, для 3D вот таких вот эффектов и нужно слушателя и музыканта, грубо говоря, расставлять. Можно делать их невидимыми, если они вам мешают, но привязывать к какому-то объекту их все же стоит. Конечно, в принципе, было бы довольно удобно, если бы сделали просто задание координат. То есть мы задаем координаты, где воспроизводится музыка, задаем координаты, где она слушается и все. Но разработчики сделали так, поэтому будем поступать так, как они считают нужным. Так, давайте добавим 2 объекта. Один объект будет сфера, он будет слушатель, грубо говоря. Второй объект же будет квадрат. Это будет как наша магнитола, которая воспроизводит звуки. Так, ну и давайте их как-нибудь расположим. Давайте Z поставим 4 у сферы. А у куба Z поставим 2. И при этом Y поставим тоже 2. Так, смотрим дальше, что мы делаем. Дальше устанавливаем, кто слушает нашего баса. Вот таким вот образом. GL SM Bass 1 Listener. Устанавливаем, что это будет GL Sphere 1. Либо можно поступить другим путем. Выбираем наш бас. Вот, находим. И у него есть свойство Listener. Вот, устанавливаем, кто его будет слушать. Куб, камера, сфера и так далее. Ну, в нашем случае, например, сфера. Для того, чтобы наш куб звучал, нам нужно снова подключить библиотеку. Хотя нет, она у нас подключена. Вот, GL Sound. Вот она как раз отвечает за то, чтобы мы могли воспроизводить звуки. Так, и дальше мы прописываем вот такой вот код. With Get or Create Sound Emitter. То есть, грубо говоря, когда нужно воспроизводить какой-то звук. Воспроизводится он будет в скобочках написано. У GL CUB 1. Тогда мы берем из нашего лайбрари библиотеку музыкальную. Присваиваем этому Get Create. Берем имя этого файла. Просто скопируем отсюда. И здесь напишем его еще раз. И playing поставим true. То есть, включаем, чтобы оно звучало. Так, ну и хотя в книге на этом рассказ оканчивается, на самом-то деле возникают ошибки. Независимо от того, где мы напишем этот код воспроизведения у нас. И если мы WAV формат воспроизводим, и если MP3 формат воспроизводим, почему-то все равно возникают ошибки. Вот сейчас вам продемонстрирую. Запускаем. Вроде как все запускается сначала. И спустя определенное время появляется вот такая вот ошибочка. О том, что все остановилось на одном из шагов в JLSM bus.pass. И останавливается вот здесь. Когда P-Sample не равен нулю, тогда bus.error и номер там ошибки определенной. В том случае, если мы playing, присвоить true, закомментируем, никаких ошибок не будет. То есть, у нас именно при воспроизведении возникают ошибки. Возможно, какой-то баг у нас именно с самим басом DLL. Хотя, в принципе, не должно быть. Вот сейчас, например, я запущу и покажу, что никаких ошибок, в принципе, сейчас нет. Видите, да? Уже к этому времени у нас были ошибки при предыдущем запуске. Поэтому нужно разбираться вот именно почему он не хочет воспроизводить. Из библиотеки он берет музыку. Имя музыки он берет. А вот во время воспроизведения начинаются всякие ошибки у нас. Так, и познакомимся со свойствами JLSM bus нашего. Это distance factor, указывает менеджеру масштаб сцены. Roll, фактор задухания. Doppler, фактор. Насколько ощутим эффект доплера изменения частоты звуки при относительном движении источника и слушателя. Environment, окружение. Master Volume, это звук. И алгоритм 3D. Насколько точно будет рассчитываться звук. В принципе, для игр это очень важно. Ну, во-первых, для исключения ошибок нужно при загрузке еще указывать имя файла. То есть мы не просто загружаем, а еще через запятую указываем, что это будет называться там kisang.mp3, а это kisang.wav, например, второй. И там, где мы в скобочках писали jlcube, можно поставить точку Behaviors. Это тоже будет правильней. Так, ну и почему, собственно, не идет воспроизведение, я не знаю. Я уже даже сравнил с демкой, которая идет вместе с нашей библиотекой JLSEN. Там все сделано аналогично и при этом работает. Могу, в принципе, вам продемонстрировать. Вот, эта сфера, она как слушатель идет, а этот Mickey Mouse воспроизводит звузыку. И мы можем, в принципе, его двигать. И когда они проходят вместе, то звук гораздо громче. Ну и плюс, можем здесь крутить. Самое интересное, что исходный код, который здесь идет, вот он. Он, в принципе, аналогичен нашему. То есть, также, вот, смотрите, идет воспроизведение. Через сферы Behaviors, Sound Library, берется имя. Загружаются точно так же вот сэмплы наши. С той лишь разницей, что здесь все работает, а у нас нет. И тоже они подключили JL-файл MP3 и JL-файл Valve, как и я это сделал. Почему у нас не заработало, я не знаю. Ну, главный смысл, я думаю, вам понятен. Также из папочки System32 вы можете перекинуть себе fmod.dll. И с помощью него можно точно так же воспроизводить музыку, как мы с помощью бакса пытались баса делать. Только другой компонент нужен, и все. Так, давайте сейчас остановим выполнение нашей программы. Если в первом примере мы использовали бас, вот здесь вот, то теперь мы бас убираем, и есть вот fmod. Мы ставим его. И настраиваем его точно так же. Выбираем, кто у него листенер. То есть, сфера его слушает. JL-коденсер выставляем, какой там будет. Актив ставим true. И в принципе, все вроде бы. И где у нас бас шел? У нас будет fmod. Давайте сравним имя, которое у него есть. Так. JL-S-M. 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 Fmod.1. Так. Скопируем это имя. Ну и давайте здесь. Ну, пускай даже куб останется. Давайте попробуем, сможет ли он его воспроизвести вообще. Мне кажется, что нет, но... Если у нас с басом не получилось, то... Хотя нет, смотрите, fmod работает. Вот это да. А почему же бас не работал? Ну, если я грешил, что у нас чего-то не хватает для баса, то думал, в принципе, fmod тоже не должно было получиться. fmod получился. Так что я понятия не имею, почему у нас бас не заработал. Может и правда что-то именно с бас-DLL-ом. Ну, может быть, у вас получится, в принципе. Может, вы сделаете точно так же и будет работать. Главное, смысл понятен. И нужно будет просто попробовать бас-DLL другой. Либо же саму библиотеку переустановить GL-сцены. Потому как багов в ней предостаточно. И очень часто приходится искать ошибки. Как бы свои, а в итоге оказывается, что виновата библиотека GL-сцены. Еще один компонент, с помощью которого можно воспроизводить звук. Он называется Open-Out. Вот он. Примерно по такому же принципу он работает. То есть выбираем, кто слушатель. Сфера. Выбираем GL-коденсер, к примеру. Так, и давайте тоже добавим какую-нибудь кнопочку. И эта кнопочка тоже будет воспроизводить. Давайте попробуем таким же методом. Если нет, тогда посмотрим. Может быть там по-другому воспроизводится. Так же актив ему нужно поставить true. А F-моду актив мы поставим фальш. Давайте теперь попробуем запустить и проверить, сработает или нет. Так, сработала ошибочка. Сейчас будем с ней разбираться. Вообще Open-Out это Open-Audio Library, то есть свободная аудио библиотека. В принципе Open-Out должен работать тоже точно так же. Но, опять же, почему-то возникает ошибка. Вот ошибка при создании. Так же не забываем скопировать из папочки System32 наш Open-Out 32 и 64. В зависимости от того, какая разрядность вашей операционной системы. Ну а почему не срабатывает, опять же, что здесь причин может быть много. Ошибки обязательно подобного рода возникают, когда наш менеджер Open-Out F-Mode или Bass актив стоит фальш. Либо же возникают такие ошибки еще, когда мы воспроизводим музыку раньше, чем ставим True нашим менеджерам. Мы же сделали все вроде бы правильно, но чего-то все равно таки не хватает. Да, ошибки все равно возникают. Вот, например, в книге пишется такое замечание. Эмиттеры будут работать, если активен хотя бы один из звуковых менеджеров. В противном случае будет возникать ошибка. Если она возникает, то проверьте в окне Creation Order, которое вызывается в контекстном меню формы, что менеджер создается раньше, чем сцена. При создании менеджера и эмиттеров программно это тоже следует учесть. Ну и, в принципе, на сегодня, наверное, все. Возможно, если вы будете пользоваться другой версией GL-сены, либо вы будете делать не в этой версии операционной системы, у меня Windows XP, то вполне возможно, что у вас таки заработают все три примера. Но, к сожалению, из-за того, что существует много различных версий, и у меня последняя версия GL-сены не захотела работать с седьмой версией Delphi, поэтому имеем то, что имеем. Ну и у меня на этом все. Встретимся в следующих видеоуроках. Пока!